Кого вы тут нам предлагаете? Что? Тепылинг? Эти ребята же делают только роутеры Впрочем, с недавних пор они заменились и смартфонами И самый старшенький Nefos C5 Max у нас в гостях, давайте смотреть Не-не-не, это не LG G3 или G4 у меня в руках, как могло бы показаться Хотя похож, конечно, чертяка знатно Но это все любовь китайцев к заимствованию Нет, на самом деле Nefos C5 Max оказался действительно интересным В коробку даже положили гарнитуру, которой в принципе можно даже пользоваться Хотя это самая типовая гарнитура за 50 центов, которую китайцы скрипают направо и налево Но, тем не менее, половину пользователей как минимум она точно устроит Ну и в целом вообще комплектация устройства не вызывает никаких нареканий Мы крутили и вертели Max'а как могли, но никаких скрипов, люфтов и тому подобных нареканий от самого аппарата так и не получили Собран он действительно плотно и качественно Хотя белый пластик оказался весьма марким Но, собственно, это понятно и так Экран в 5,5 дюймов с разрешением Full HD неплох, но не более того При наклоне аппарата цвета могут слегка изменяться, инвертироваться И вообще сам дисплей может являться достаточно посредственным Да, примерно в половине современных смартфонов подобного класса используются именно такие экраны И к этому дисплею за такие деньги, в принципе, у нас нареканий особых нет Но, тем не менее, сама компания TP-Link могла бы выбрать, наверное, производителей или OEM-модель и получше Но это мы просто привыкли к разным суперамоледам и квантовым точкам А так, на самом деле, дисплей как дисплей и большинству людей он устроит по всем параметрам и практически для любых задач В NFC 5 Max установлена батарейка на 3045 мАч Ну, на денек батареечка, так, да, со звонками, почтой, браузером и тому подобным Но сменить батарейку никак нельзя И это печалит, а сам объем, в общем-то, заставляет задумываться Потому что большинство именитых китайцев уже успели задать темп И теперь мы ждем от подобных аппаратов батарейка на 4, а то и 5000 мАч Кстати, что касается съемной крышки, то под ней нас встречают два лотка для сим-карт И один лоток для карт памяти до 32 гигабайт, несмотря на то, что встроенная память уже 16 есть Что здорово, отсутствуют какие бы то ни было лотки, вместо этого полноценные слоты под карточки То есть нам не приходится выбирать ставить одну сим-карту или две сим-карты и карту памяти И это действительно здорово Короче, есть все и сразу LTE в наличии, звук что из мультимедийного, что из разговорного динамика В принципе, нареканий вообще никаких не зывает, очень неплохо, его очень приятно слушать Ну и, конечно же, само качество связи тоже не вызывает никаких вопросов Ни у собеседника, ни у вас И тут опытный юзер спросит А что, собственно говоря, внутри Nefos C5 Max? А то вы так что-то красиво затираете, пацаны Ну, внутри обычный китайцы Это Mediatek MT6753, Mali-T720, 2 гигабайта оперативной памяти В общем-то, все довольно среднее и не более того Интерфейс в фирменном лончере крутится на ура В общем-то, ничего не тормозит Так что здесь нареканий никаких не возникает В отличие от тех же игр Но к тому, как оптимизировали свой собственный вариант Android в TP-Link В общем-то, претензий нет никаких Nefos Speed No Limits местами может жестко тормозить Ankyl задумчив Но аркады работают Фоновая работа приложений нареканий не вызвала Хотя, казалось бы, 2 гига рамы должны сказываться Да, работает смартфон на базе операционной системы Android В версии 5.1 Поверх бежит собственная оболочка от TP-Link Которая сделана специально для смартфонов Nefos И, вы знаете, хоть она и похожа на разные варианты MIUI, ColorOS и, может быть, даже FlyMe Но ее не хочется срыть бульдозером И хочется, в принципе, продолжать ей пользоваться Кстати, вы еще не забыли, что Nefos это все-таки TP-Link То есть, производитель сетевого оборудования Соответственно, ряд вещей, которые они использовали в роутерах и тому подобном Они использовали и в Nefos C5 Max Конкретно здесь это называется турбозагрузкой То есть, агрегация частот И если вы скачиваете файл объемом более 20 мегабайт, скажем То частоты Wi-Fi и частоты 3G, 4G, соответственно, все эти подключения Агрегируются в один поток И скачивание происходит намного быстрее Чего мы видели только, пожалуй, флагманов Samsung и больше ни у кого Мне сказали, что нельзя копировать абзацы из обзора в обзор Но, тем не менее, что вы думаете? Это стандартная типовая тренажка Которая, собственно говоря, никаких звезд с неба хватать не будет Потому что такие установлены практически во всех устройствах Которые предоставляет нам Поднебесное Да, соответственно, есть какие-то настройки Есть множество вариантов разных украшательств и тому подобного Но не более того Сами, в общем-то, можете посмотреть на эти кадры То есть, если у нас яркий пейзаж, яркий солнечный день и студийное освещение То мы можем получить очень и очень неплохую картинку Но, тем не менее, как только начинает слегка темнеть Мы получаем шумы, акварель и тому подобное Да, есть самые разнообразные фильтры и тому подобные режимы Еда, HDR, пейзаж, красота и множество других, собственно говоря, в самих настройках Но, тем не менее, сейчас присутствует куча приложений для соцсетей Которые позволяют добиваться гораздо больших колористических вращений Ну и, собственно говоря, самое важное Сколько же просят за Nefos C5 Max? Ну, 14-15 тысяч Дорого? Пожалуй, да Для флагмана с такими характеристиками Ну, как флагмана? Для стартовой линейки модель выглядит очень неплохо Но мы очень сильно надеемся, что Nefos выйдет на наш рынок И с другими модельными линейками Модели будут развиваться, получать новые характеристики, новые технологии Потому что у TP-Link все-таки запас есть Ну, соответственно, тогда цену снизится на этот аппарат Ну, а мы, наверное, подождем Надеемся, что недолго Редактор субтитров А.Семкин